здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван и со мной захар федоров мы приветствуем вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об одной известной и очень серьезной проблеме как кроты кроты являются большой головной болью для большинства огородников сами они растения не поедают но они ползут к местам где много влаги где много органического вещества потому что там обитает много их еды там живут дождевые черви всевозможные личинки которыми крот очень любит полакомиться соответственно наши огороды и сады особенно ухоженные очень его привлекают что же с ним делать конечно с одной стороны его жалко потому что это его естественная среда обитания и скорее то мы пришли к нему домой а не он к нам с другой стороны нам жалко наших трудов он может повредить наши посадки очень и очень сильно что у меня например в теплице особенно в этот засушливый год я наблюдаю совершенно регулярно растения поливаются червячки сползаются соответственно там появляются и кроты существует достаточно много способов и рекомендаций по отпугиванию кротов среди них совершенно варварские такие как выгонять крота с помощью карбида выгонять карта с помощью всевозможных домовых серных и прочих шашек как правило это фатальные для крота способы потому что ядовитые газы наполняют кротовые ходы кротовые норы крот всего этого пугается не любит убегает и соответственно где-то прячется и задыхается крайним случаем такого способа борьбы с кротом является использование гофрированной трубки которая подключается одним концом к выхлопной трубе автомобиля а другим концом вставляется кротовую нору и получается вот такая вот душегубка я категорически против таких методов хотя они в общем считаются что и работают но но это живодерство лучше крота как-то немножечко отпугнуть ну первый способ который можно предложить это вот этот вот наиболее распространенный наверное мало дач где они могут быть значит вот такая вот крутелочка которая крутится вибрирует и создает шумовые эффекты отпугивает крота но может кого-то еще отпугнуть этот метод действительно работает но работает он только в том случае если вот это вот часть закопанная в землю по крайней мере полтора метра длиной для того чтобы вибрации от этой вот бутылки передавались достаточно далеко в землю глубоко в землю конечно крота это не убьет безусловно но это создает некоторый дискомфорт и и неприятности ну с другой стороны дискомфорт и неприятности могут создаваться и соседям когда все это гремит особенно жестяные банки какие-нибудь и ты на даче сидишь и слышишь как у соседей у тебя или у тебя там все это на ветру качается гремит неудобно следующим способом который мною испытан и тоже эффективен это петарды сразу предупреждаю что петарда вещь небезопасная детям вообще нельзя этим могут пользоваться взрослые как это работает находится кротовья нора немножечко раскапывается поджигается петарда быстро забрасывается в кротовью нору сверху закрывается или камнем или плиткой или чем-то еще тяжелым но только не ногой конечно и она там внутри в кротовой норе взрывается звуковая волна доходит до крота кроту создается дискомфорт погибнуть он не погибнет но этих мест избегать конечно будет недостатком способа является то что если человек живет постоянно на даче он может это делать постоянно как я приезжаю один или два раза в неделю по выходным на свой участок соответственно эта проблема крот ну попугается один день в неделю а потом все равно приходит и может наделать мне много бед родственным способом являются и другие всевозможные шумовые эффекты и один из них который я откровенно говоря никогда не встречал в интернете это использование вот таких вот будильников будильник такой необходимо поместить в банку плотно закрыть для того чтобы туда не попадала влага и завести его на определенное время уже само тиканье будильника в земле создает дискомфортные условия для крота ему это не нравится глубина закапывания такого будильника составляет 15-20 сантиметров можно и на 30 собственно на на глубину ходов крота такой будильник необходимо поставить на какое-то время для того чтобы он звонил вы можете его поставить и на ночь и на день и в разное время как правило на одну сотку необходимо один-два таких будильника конечно же будильники надо закапывать там где крот имеет свои облюбленные места там возле грядок еще где-то то есть там где где его не должно быть но примерно с такой вот чистоту если он скапывает там у вас дорожки или вдоль дорожек или на газоне ну значит три-четыре штуки локально таких будильников хаотическом порядке хаотически заведенных на разное время на звонок вы можете закопать конечно надо выбирать такие будильники которые включаются и самостоятельно выключаются может попробовать его включить несмотря на то что тиканье будильника в банке и звонок будильника в банке гораздо тише чем просто на открытом пространстве поверьте для крота это является достаточно сильным шумовым фоном который будет создавать ему дискомфорт он не погибнет он просто покинет это место и уйдет на какое-то более дикое место где его ничего не будет беспокоить такой будильник может проработать и год и полтора все конечно зависит от того какая емкость батареи и значит ну какая качество самого будильника опять же повторюсь надо выбирать такой будильник который не надо кнопкой отключать который будет звенеть одну минуту и сам самостоятельно выключится разумеется что те места куда вы вкопали такие банки с будильником необходимо каким-то образом обозначить ну то есть или штырек какой-то засунуть или нарисовать на схеме чтобы потом могли своевременно его найти например на зиму выкопать или можно оставить его на зиму весной заменить батарейку на новую вкопать туда снова и надеяться что крот вас не посетит соответственно это будет щадящий метод борьбы с кротом такой вот безобидный вот вы его вкопали и он там тикает ночью на самом деле для людей чутких даже закопанный два сантиметра в глубину будильник находящийся не очень далеко от дома при открытом окне чувствителен его их слышно даже разумеется что они должны быть заведены не на одно время на какое-то хаотическое время чтобы крот не привыкал к этим звонкам чтобы они его беспокоили круглосуточно что ж на этом я с вами прощаюсь захар тоже прощается вот желаем вам всего хорошего до новых встреч до свидания